Центр компьютерной помощи Комполайф.ру представляет вашему вниманию 10 фактов, почему Windows 10 лучше, чем Windows 7. Вот уже почти год не утихают споры, что же лучше, Windows 10 или Windows 7. У каждой из этих операционных систем есть как свои поклонники, так и противники. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Смотрите видео до конца и узнайте 10 фактов, почему же Windows 10 лучше. Факт номер 1. И первое, о чем следует сказать, это более быстрая загрузка системы. Компания Microsoft значительно усовершенствовала процесс загрузки, так что Windows 10 стартует гораздо быстрее прежних версий. Это заметно на глаз, без всякого секундомера. Поверьте, что стоит вам лишь привыкнуть к скорости загрузки десятки и возвращаться на семерку вы уже точно не захотите. Особенно заметна разница в скорости становится при использовании твердотельных накопителей, то есть SSD дисков. Включение компьютера занимает считанные секунды. Факт номер 2. В отличие от Windows 7, десятка не только более стабильна в работе, но и имеет встроенную функцию автоматического сброса до заводских настроек. То есть теперь можно вернуть компьютер в исходное состояние, не имея установочного диска с Windows и не парясь с установкой драйверов последующим. Десятка настолько умная, что умеет делать самостоятельную переустановку как с сохранением личных файлов пользователя, так и полностью удаляя все файлы, оставляя только чистую систему с драйверами. Факт номер 3. Для многих пользователей особенно важна производительность операционной системы в играх. Не будем врать. И в десятке, и в семерке на сегодняшний день игры идут одинаково хорошо. Если, конечно, ваш компьютер их тянет. Но это только сегодня. И совершенно не значит, что завтра все не поменяется. Если вы хоть немного интересуетесь компьютерными играми, то наверняка знаете, что такое DirectX и для чего он нужен. В отличие от Windows 7, десятка обзавелась в DirectX версии номер 12, который уже точно не появится в предыдущих версиях Винды. Так что через несколько лет все новые игровые проекты будут заточены сугубо на десятку. И на старенькой семерке попросту не запустятся. Факт номер 4. Интернет уже давно стал слишком опасным местом для среднестатистического пользователя. Кредитки, личные данные, почтовая переписка. Все это желанное наживо для любого хакера. Так что иметь антивирус на компьютере – это просто обязательное условие для выхода во всемирную паутину. Windows 7 и более ранние версии предлагали пользователям позаботиться о защите компьютера самостоятельно. Но начиная с Windows 8, в операционную систему уже интегрировано антивирусное программное обеспечение. Конечно, Windows Defender не является супернадежным. Однако он дает хоть какую-то базовую защиту, которой все же в семерке нет. В Windows 10 встроенная защита автоматически включается, если вы забыли установить другой антивирус. Или у него закончилась лицензия. Факт номер 5. Готовя десятку к выходу в свет, компания Microsoft основательно переработала и доработала магазин приложений. Теперь он обладает одинаковыми возможностями на различных устройствах. На рабочих станциях, ноутбуках, планшетах, смартфонах и даже на игровых приставках Xbox. Он просто адаптируется к размеру экрана в зависимости от устройства. Магазин содержит десятки тысяч игр и приложений, многие из которых совершенно бесплатны. А вот семерка похвастать наличием магазина не может. Факт номер 6. Поиск Windows 10 ведется не только на локальном компьютере, но и в интернете. Также просматриваются файлы в облачном хранилище OneDrive. В Windows 10 есть и машинное обучение с цифровым ассистентом Cortana, который заменяет обычный поиск и предлагает результаты с учетом знания привычек пользователя. Факт номер 7. Упоминая OneDrive, стоит сказать, что с помощью этого облачного сервиса в десятке реализована синхронизация настроек между разными компьютерами, ноутбуками, планшетами и вообще между всеми устройствами. Вы садитесь за компьютер, который прежде не видели, входите в свой аккаунт Microsoft и видите свои обои, настройки, закладки, пароли, документы OneDrive и прочее. Согласитесь, это очень удобно. Факт номер 8. После неудачного эксперимента с удалением кнопки пуск в восьмерке, компания Microsoft вновь вернула полюбившуюся всем кнопку на привычное место. Но теперь пуск не просто содержит перечень установленных программ и доступ к настройкам, но и имеет живые плитки и иконки, в которых может отображаться динамическая информация. Пуск теперь может быть компактным, как Windows 7, либо разворачиваться на весь экран по вашему желанию. Также у пользователей есть возможность настраивать вкладки с любимыми программами, утилитами и сайтами. Пользователи могут добавлять живые плитки, удалять их, изменять размеры и самостоятельно решать, насколько заметным должен быть тот или иной ярлык. Факт номер 9. Функция Snap была оптимизирована для привычного рабочего стола. Windows 10 позволяет разместить на экране до четырех приложений сразу, причем система сама подстроит размер окна под свободное место. Также Microsoft попыталась угодить продвинутым пользователям, добавив улучшенную функцию прикрепления окон на нескольких мониторах, о чем они давно просили. Факт номер 10. В десятке поселилась персональная ассистентка Cortana, которая ранее была доступна только на Windows смартфонах. К ней можно обратиться практически с любой просьбой. К примеру, покажи мне летние фотографии, стоит ли мне надевать сегодня куртку, или включи мой любимый фильм. Также секретарь позволяет запускать приложения, писать письма под диктовку, заносить события в календарь, искать файлы на жестком диске, внешних накопителях или OneDrive. К сожалению, русский язык Cortana пока не выучила. Но это только дело времени, не сомневайтесь. Мы привели вам 10 фактов, почему Windows 10 лучше, чем Windows 7. И это только основные улучшения. Кроме них есть еще множество полезных функций и плюшек. Что лучше выбрать? Десятку или семерку? Решать вам. Но нам кажется, что ответ очевиден. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также пишите в комментариях, на какую тему вы хотели бы увидеть наше новое видео. Всем пока!